Добрый день! В эфире 12 канала. Час новостей в студии Регина Абузарова. И вот главное в этом выпуске. Нападение во дворе. КРИКИ Инцидентом на улице Малиновского заинтересовалась полиция. Ажиотаж или сезонное подорожание. Ценовая политика стоит на контроле у губернатора. В программе «Прямой разговор» министр сельского хозяйства ответил на вопросы волнующие мечей. Полетели за победой. Умские ветераны СВО поборются за кубок защитников отечества. В каких дисциплинах? Босиком через балкон. Амич пытался сбежать от приставов в паркур-стиле. И самая экзотическая семья в сибирской глубинке. В Большереченском зоопарке чествует маму уже подросшего кенгуренка Арчи. Небезопасная прогулка. Во дворе дума на Амичку напала бродячая собака. Инцидент произошел во дворах на Малиновского. В социальных сетях женщина выложила фотографии укуса. Отметив, что сама стала не первой жертвой бродячих псов. Ситуации заинтересовались в Омской полиции. И, как стало известно, специалисты администрации в данный момент также работают на месте. Для беспребойного теплоснабжения по поручению главы региона Виталия Хаценко в районы Омской области направили 108 миллионов рублей. Деньги выделили на погашение задолженности перед ресурсниками. Субсидии получат Горьковский, Колоссовский, Большереченский, Знаменский, Черлакский, Конечниковский и Нововаршавский районы. Таким образом, имеющиеся средства муниципалитеты смогут направить на подготовку инфраструктуры к зимнему периоду и формированию запасов топлива. Выход на лед опасен для жизни. Толщина ледяной корки варьируется от 5 до 10 сантиметров, сообщили в региональном МЧС после контрольных замеров. Сформироваться льду не дает переменчивая погода. Тем не менее, тонкая корка уже привлекает рыбаков, собаководов, лыжников и подростков. Нарушителей будут ловить и наказывать рублем. Нередко жизнью рискуют и амичи, проживающие в районах. Это любители подлёдного лова рыбы. Затем вторая категория граждан, которые живут непосредственно в водоёмах. То есть с одного населённого пункта перейти в другой населённый пункт. То есть сократить свою дорогу через реку Иртыш, там либо какие-то её притоки. Ну и это любопытство детей. При становлении льда, там какой лёд уже толстый, не толстый. Добавлю, что в черте города подходы к Иртышу и Ами будут контролировать специалисты департамента общественной безопасности. Речь о спусках к воде в районе улицы Щербанёва, исторического паркомская крепость и набережной Тухачевского. А также территории в районе Ленинградского моста и по Иртышской набережной до речи порта. Нарушителей накажут штрафом. Родителям же юных амичей рекомендуют провести разъяснительные беседы о том, чем опасны прогулки по тонкому льду. Рост цен на сливочное масло в омских магазинах вызван покупательским ажиотажем. Об этом сегодня в эфире программы «Прямой разговор» рассказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Дрофа. Он отметил, что сейчас в Омской области на этот продукт самая низкая цена по сравнению с другими регионами Сибири. При этом молочными продуктами, сырьем и маслом амичей обеспечены в полном объеме. У нас 800, там с небольшим стоит 850-860, стоит килограмм сливочного масла. Если рядом наши соседние регионы, Новосибирск это за 1000 рублей, Томск 950, и поэтому здесь таких опасений нет. Здесь надо нашим жителям не волноваться. Обеспеченность в полном объеме и ценовая политика стоит на контроле у губернатора. Ежемесячно мы докладываем о ценовой политике, где есть рост в отпускных ценах сельхозтовропроизводителей. Напомню, свои вопросы зрители оставляли в официальных пабликах. Ключевыми стали повышение цен на хлеб, сливочное масло, молоко, картофель и яйца. Повтор программы смотрите в эфире 12 канала и в наших социальных сетях. Инвесторы смогут получить земли в аренду по льготной цене. Соответствующие преференции утвердили в региональном правительстве. Они касаются земельных участков, находящихся в областной собственности. Льготная ставка составит 0,01% при условии, что срок аренды не превысит 15 лет. Таким образом, в регионе намерены повысить инвестиционную привлекательность и привлечь в Умскую область резидентов индустриальных парков, что в свою очередь приведет к созданию новых рабочих мест. Контроль выполнения гособоронзаказа и модернизация производства. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев побывал на промышленных предприятиях, входящих в госкорпорацию Ростех. Ключевой темой встречи стала динамика исполнения государственного оборонного заказа и оперативная помощь в решении возникающих сложностей. Еще один аспект – кадровое обеспечение предприятий УПК. Также Анатолий Серышев посетил производство медицинской техники, одежды, инструментов и средств индивидуальной защиты. Полпред обсудил с руководителями сибирских компаний перспективы развития предприятий и планы по расширению международного сотрудничества. Думали, любовная драма оказалась побег от приставов. А Мич пытался сбежать от служителей Фемиды через соседский балкон. Мужчину вызвали в суд для рассмотрения уголовного дела. Любитель запрещенных веществ и спиртного воровал у знакомых смартфоны. Пришлось приставам наведаться к нему домой. Мать преступника открыла дверь, но горе-паркурщик решил скрыться через окно. В домашней одежды и без обуви он спустился на балкон этажом ниже и пригнулся. Игру в прятки нарушитель проиграл, сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов. В Омской области модернизируют 30 загородных лагерей вместо 23, как это предполагалось ранее. Список учреждений расширен по поручению губернатора Виталия Хацанко. Это предусмотрено программой материально-технического оснащения учреждений, которую продлили до 2030 года. Часть объектов уже прошли конкурсный отбор Минпросвещения России в приоритете загородные лагеря, которые работают круглый год. А также учреждения Красноярско-Чернолучинской зоны отдыха как наиболее популярные. В рамках президентской программы до конца года построят еще два жилых модуля на 50 человек каждый в Орленке Калачинского района. Регион также получил финансирование на 2026 год для возведения пяти корпусов в лесной поляне и юбилейном. Кроме того, в Омской области представлен наибольший среди 24 регионов объем субсидий на модернизацию инфраструктуры детского отдыха в 2027. Тем временем, часть трассы в Калачинском районе, которая ведет к детскому лагерю Орленок, отремонтировали. Подрядчик уложил два слоя асфальта, установил остановочные павильоны и дорожные знаки, нанесли на трассу и новую дорожную разметку. Протяженность реконструированного участка Калачинск-Ивановка-Кабани почти 10 километров. Работу провели по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За звание молодежной столицы борются с зажигательными танцами в центре Омска. Команда Росмолодежи приступила к съемкам ролика о нашем городе. Омск борется за звание молодежной столицы 2025. В видеовизитку нашего города войдут в популярные омско-молодежи места. Задача номер один – сделать так, чтобы в регион захотели приехать жители всей страны. Екатерина Малицкая подробно. Танцы не только согреют, но и растопят сердца. Вот так активно омичи борются за звание молодежной столицы России. Зажигательную бачату в исполнении омской молодежи увидит вся страна. В нашем городе проходят съемки тревел-шоу. За два дня команда Росмолодежи посетит лучшие места Омска, чтобы создать видеоролик. Вы видели, какую молодежь здесь живет. Вы понимаете, что не вся молодежь нашей страны готова выходить танцевать в Сибирь. И не выходить танцевать с таким человеком. Но садо они вышли, танцевали. Это так классно. Мне кажется, что повторить это сложно. Омская молодежь активно реализует творческие проекты. От идеи до реализации креативных школьников и студентов сопровождают наставники в молодежных центрах. Один из таких – следующая точка на маршруте съемочной группы Росмолодежи. В молодежном пространстве «Мир моды» соседствуют со студией звукозаписи, кабинетом психологической разгрузки и лабораторией для творческих мастер-классов. Люди делают эту историю. И люди, которые живут в нашем удивительном городе Омске, они интересны. Они интересны своим творчеством. Они интересны своими идеями. Здесь у нас очень много художников, очень много музыкантов, блогеры посещают нас. Творческую молодежь можно встретить даже в подземном переходе. Съемочная группа побывала на культурном вечере лицеистов в стенах проекта «М». Съемки тревел-шоу продлятся в городах-финалистах до 1 декабря. На звание молодежной столицы России претендует также Пермь, Томск, Хабаровск и Новый Ренгой. Видеоролики о каждом разместят на странице Росмолодежи во Вконтакте, после чего начнется голосование. По новым правилам поддержать понравившийся город могут россияне, не имеющие местной прописки. Чтобы показать молодежи, насколько здесь интересно, насколько здесь много классных мест, где можно проводить время, где можно собираться с друзьями. Ну и, конечно же, привлечь туристов сюда, особенно молодежь, чтобы они увидели своими глазами, что в этот город можно приехать не только посмотреть, но остаться здесь жить, работать и строить семью. Победителю конкурсной гонки достанется престижное звание молодежной столицы России 2025 и право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи федерального масштаба. А это очень существенные инвестиции в инфраструктуру региона. Екатерина Малицкая, Павел Манжос, 12 канал. Проголосовали сердцем в рамках фестиваля документального кино «Сибирь» состоялись показы двух фильмов нашего телеканала. Третья картина «Легкое дыхание» значится в афише 15 ноября. «Солнце Сибири» уже взошло на экране Центра духовно-нравственного воспитания «Исток». Научно-популярный проект рассказывает о зеленой энергетике, а в Лузинском кинозале фильм «Сибирячки» представил автор Елизавета Селявина. После просмотра публика поставила свои оценки, ведь помимо профессионального жюри на форуме работает и зрительская. Подробности в нашем материале. Лес рук. Школьники наперебой задают вопросы автору фильма «Солнце Сибири» Наталье Измаги. Научно-популярная работа посвящается главной звезде галактики. Мы выигрываем не за счет интенсивности Солнца, а за счет продолжительности дня. Проверка на внимательность. Экспресс-викторина после просмотра. Ребята перечисляют омские достопримечательности, которые успели заметить в фильме. Солнце Сибири проекта «Зеленые энергетики» о людях, которых природный ресурс вдохновляет на творчество, развитие технологий и созерцание прекрасного. Мне запомнилось, как встречались с разных городов. Рассвет, закат. И мне понравился там персонаж. Виртуальная девочка Рая. Живешь, занимаешься своим каким-то делом и не знаешь, что вокруг происходит столько интересного, что у нас в Омской области эти станции есть. Я, честно сказать, этого не знала. А ученики лузинских школ смогли побывать на показе документального фильма «Сибирячки». Проект посвящен женам и матерям бойцов СВО. В каждой новелле история женщин, которые проводили своих мужчин за ленточку. Девушки объединили вокруг себя волонтеров и делают все для победы. Для автора проекта Елизаветы Селявиной важна обратная связь от зрителей. И фестиваль дает такую возможность в форме творческих встреч. Да, ребята, они еще школьники. Поэтому, как мне кажется, для них эти тревоги, какие-то отчаяния, наши героини, они не совсем понятны. А нет, понятны. Потому что все они живут в своих семьях. И у каждого из них тоже есть какая-то история, которая у многих из них откликается. В принципе, это нам и нужно, чтобы откликалось. Основная тема кинофестиваля «Сибирь» в этом году – специальная военная операция. За каждый фильм зрители голосуют сердцем. У некоторых из них в зоне СВО родные и близкие. У меня брат на СВО. Он контрактник. И вот некоторые личности я где-то на себя примеряла, где-то на своих близких. Показ еще одного фильма нашего медиахолдинга «Легкое дыхание» в рамках фестиваля запланирован на 15 ноября. Зрители увидят, как создавалась полуторавековая история Омского академического театра драмы. Ксения Пашкова, Наталья Азмага, Елизавета Селявина, Сергей Леонвейбер, Павел Акуков, 12 канал. Омские ветераны СВО, участники Кубка защитников Отечества, сегодня отправились в Краснодарский край, чтобы принять участие во всероссийских соревнованиях. Престижные состязания пройдут на федеральной территории «Сириус». В течение трех дней участники боевых действий будут состязаться в волейболе, сидя, полевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге. Умская область представит пять ветеранов СВО. Капитаном команды выступит руководитель регионального филиала фонда Наталья Чайка. Шансы на победу есть, они достаточно высоки, но тем не менее присутствуют некоторые волнения. По олимпийской системе 60 выстрелов. 60 выстрелов на 60 выстрелов дается час 15 минут. До этого 15 минут на пристрелку и далее ведется подсчет. И определяется победитель. Наши ребята проявляют такое мужество, такую волю, участвуя в соревнованиях, несмотря на те ранения тяжелые, которые они получили. Они сохраняют волю к жизни, волю к победе. Здесь они побеждают, по сути, те сложности, которые перед ними стоят, что, конечно, вызывает уважение. Валидольный матч и досадное поражение. Омский авангард уступил московскому «Динамо». После двух периодов ястребы разгромно уступали 0-3. Впрочем, голы Алексея Макеева и Матвея Заседы, сократившие разницу в счете до минимума, вернули ястребов в игру. Однако финальный штурм с пустыми воротами результата не принес 3-5. И ястребы не зарабатывают ни одного очка. В третьем периоде, я не думаю, что только после гола как-то воспряли. То есть там с первой смены сразу видно было, что ребята в раздевалке приняли решение, что ни в коем случае не опустим руки, а будем биться до конца. Следующую игру «Авангард» проведет в субботу. На своем льду примет нефтехимик из Нижнекамска. Омские спортсмены завоевали полный комплект наград соревнований по тэквондо в Москве. Наша землячка победила на всероссийском турнире по конькобежному спорту в Коломне. А в Кемерово амичи стали обладателями медалей состязаний по муай-тай. Подробности узнаем в традиционном обзоре от Алексея Дарьева. В Москве состоялись чемпионаты первенства России под Хэквонда. В рамках чемпионата две золотые медали в разделах «Туль» и «Спарринг» завоевала амичка Евгения Горянина. У Дениса Максимова серебро, две бронзы в активе Дарья Митрофаненко, еще одна у Эльдара Каменова. В групповых выступлениях в разделе «Туль» омские спортсмены пополнили копилку нашей сборной золотом турнира среди мужчин, серебром у женщин, а также женской бронзы в спаррингах. На первенстве России серебряную медаль завоевала Анна Зайденс. Обладательницами бронзовых медалей стали Ольга Эрлих, Эльмира Ширинова и Елизавета Миничева. В групповом выступлении среди юниорок амички заняли третье место в разбивании досок. Софья Чекинская стала победительницей всероссийских соревнований по конькобежному спорту в подмосковной колонне. Турнир собрал более 150 юниоров и юниорок из 26 регионов России. Амичка завоевала золото в масс-старте на 10 кругов среди юниорок 18-19 лет. В Кемерове прошли первенство России по муай-тай среди юниоров и юниорок 18-23 лет, а также всероссийские соревнования, посвященные памяти кузбасских спортсменов-героев, павших за Отечество. Победительницей первенства России стала амичка Белла Дурандина, выступавшая в весе 48 килограммов. По итогам своего выступления спортсменка отобралась на первенство мира, которое состоится в мае в Турции. Также амичи завоевали 12 медалей на всероссийских стартах. Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали Данила Белявский и Ева Клименко. Также в активе наших бойцов 4 серебра и 6 бронзовых наград. Состоялись чемпионаты Пермства Омской области по самбо. В числе победителей Анатолий Вершинин, Самат Уразов, Анастасия Кузьмина, Самира Аспанова, Всеволод Бондаренко и другие спортсмены. Итоги прошедших соревнований будут учитываться при формировании сборной Омской области для участия в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа. Алексей Дарьев, 12 канал. Все еще норовеет и забраться в сумку. Кадрами семейной идиллии и кенгру поделились в Большереченском зоопарке. Уже подросший малыш Арчи давно освоил вольер, заглянул в каждый укромный уголок. Но по-прежнему не отходит от мамы Юноны. Оно и понятно, на протяжении многих месяцев она носила детеныша в сумке. Но даже сейчас любой незнакомый звук может заставить малыша мчаться в теплую обитель. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Рутубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Спонсор прогноза погоды цирки Ярослава Запашного в Омском цирке стартовала новая программа при участии династийного артиста в пятом поколении Ярослава Запашного. Впечатление от увиденного не оставит вас равнодушными. И о погоде. Завтра 15 ноября в Омске облачно снег. В ночные часы минус 3, минус 4. Днем минус 2, минус 4. В районах облачно небольшой снег. Ночью минус 3, минус 5. Днем 3, 4 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Только по 1 декабря в Омском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите! На этом у меня все. Следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!